Музыка 26 мая в школе номер 9 состоялось закрытие театрального сезона. На протяжении всего учебного года на базе школы работала театральная студия «Прометей» под руководством талантливого руководителя, учителя русского языка и литературы Галины Анатольевны Мосиной. За это время юные актеры представили зрителям множество интересных постановок. В этом учебном году было предложено организовать, или можно сказать так, восстановить в школе наш драматический кружок. Но мы решили, что если начинать, то нужно начинать с маленькой студии. Поэтому мы сначала объединились где-то человек 8-10, и на день учителя мы поставили первую сказочку небольшую «Сивка-бурка». В общем-то, достаточно такой получился яркий номер, и после этого, в общем-то, понеслось. К дню театров Островского мы готовили на выступление, на городское выступление «Снегурочку», но, к сожалению, не прошли возрастной ценз, поэтому мы показали этот спектакль в нашей школе для учителей. А затем еще мы готовились, опять же, на рождественские фестивали, но, опять же, не смогли принять участие в силу того, что, вот понимаете, все-таки пандемия дает себя знать, болезни косят детей только так, и в самое такое яркое время, которое нужно было выступать, в общем-то, мы заболели, и наши артисты повалились, поэтому мы не выступили. Но спектакль мы этот покажем обязательно, рождественский дед артистов вы уже видели, вот даже, наверное, представляете, кто был от рождественского деда у нас, да, это наш царь, вот. Поэтому, естественно, мы в следующий год обязательно представим это. Ну и решили закончить учебный год вот этой постановкой «Вовка в 39-м царстве», вы видели, ну а зрители будут судить. Старались все, причем старались как двое выпали, ветрянка напала на нас, но мы тут нашли, мобилизовали, всех переставили куда только можно, потому что взаимозаменяемость у нас растет, способности развиваются, ну и вот все то, что есть, есть. В конце учебного года ребята из студии «Прометей» представили постановку для учащихся начальной школы. В сказку «Вовка в 39-м царстве». Есть в ней и царь-государь, и веселые скоморохи, и мудрые волшебницы Василисы, и герои сказки о рыбаке и рыбке, и двое злорца, и говорящая чудо-печка. И, конечно, в спектакле много музыки, песен и танцев. После множества приключений мальчик Вовка, в конце концов, понимает, что ему многому еще нужно научиться, и что не волшебством, а трудом и знаниями создаются настоящие чудеса. Долгие упорные репетиции сказки, изготовление красочных декораций и читка сценария – все это было ребятам только в радость. Юные актеры не уставали благодарить руководителей и преподавателей за предоставленную возможность выступать перед публикой. Я бы вообще не начала играть, если бы моя прекрасная, классная руководительница, Галина Анатольевна, не посоветовала бы мне заниматься собой, заниматься творчеством. Она очень прекрасный человек. Мне очень нравится играть. Я играл пару раз в ДК, но пару раз также я играл здесь. И очень горжусь, что у нас есть такие прекрасные учителя, которые могут ставить такие сказки, сценки. Благодаря ним у нас получаются очень интересные спектакли, которые очень интересно слушать. Юные зрители были в восторге от представления, смеялись над шутками и с восхищением аплодировали актерам. Зрителями представления стали не только учащиеся начальной школы, но и представители общественности города Буй. Мы шли на это представление, не зная, что мы увидим. Но только знали название спектакля. И для нас было большой неожиданностью. Дети очень талантливые. Мы получили большое удовольствие и большую благодарность и всем артистам, и их руководителям, учителям. Большое спасибо. Да, а я выпускница этой школы девятой. И я всегда горжусь тем, что наша девятая школа не только участвует во всех акциях, конкурсах, а вот еще ставит прекрасные спектакли. И поэтому нам очень все понравилось, и мы благодарны учителю Деглина Анатольевна Мосина. Это молодец, это литератор с большой буквы, и мы очень довольны. Меня пригласили сегодня на спектакль «Вовка в тридевятом царстве». Ребята молодцы, спектакль мне очень понравился, не ожидала. Спектакль получился актуальным как раз в канун общероссийского дня библиотек. Мы сотрудничаем с девятой школы. Она у нас является единственной школой в нашем микрорайоне. Начиная с первых классов ребята ходят к нам в библиотеку и практически в дальнейшем являются постоянными нашими читателями.